Какой характер мне нужно сформировать? Можно я признаюсь кое в чём. Когда вы говорите «характер», вы имеете в виду качества, которые должны направлять вас. Если вы жизнерадостный и разумный человек, вы будете действовать наилучшим образом. Позаботьтесь только об этом. Субтитры создавал DimaTorzok Намаскарам, Садгуру. Прежде всего, большое спасибо за эту возможность. Эти два дня стали замечательным опытом. Мой вопрос о том, нужно ли работать над характером. Над чьим характером? Над моим. Над моим собственным характером. О, так вы персонаж с характером? Быть персонажем с характером немного лучше, чем быть просто существом. Конечно. Я из скромной семьи. Мой отец был дальнобойщиком. Он родился и вырос в расчёбах. Дальнобойщиков не назовёшь скромными людьми. О чём он говорит? Какой характер мне нужно сформировать в плане своего целостного развития, чтобы он мог послужить людям, послужить мне и сделать меня счастливым? Можно я признаюсь кое в чём? Когда я учился в средней школе, может быть, когда мне было лет 12-13, все эти полтора-два года, я серьёзно думал о том, чтобы стать дальнобойщиком. Не ради скромности, а потому что это была самая крутая работа. Я был без ума от моторов, а у грузовиков самый большой мотор. Так что всё в порядке. Если рассматривать нас поверхностно, то одним нравится одно, другим — другое. Не существует двух людей, которым нравится в точности одно и то же. Почему люди приходят к этому? Почему одним нравится одно, а другим — другое? Окружение? Воспитание. Не так ли? Кто воспитывает вас? Кто формирует вас такими? По большей части это происходит неосознанно. Родители отчаянно пытались что-то сделать, но их влияние на вас ослабевает. Оно ослабевает. Было время, когда на меня больше всех влияла бабушка. Кто чёрт возьми, сегодня будет слушать бабушек. Все советуются с Google Ассистентом. Грандиозное снижение родительского влияния произошло за последние 20 или 25 лет. Когда происходит подобное, когда есть люди, которые очень заботятся о ком-то, они могут быть правы или нет, но они заботятся. Оказаться за пределами их влияния и попасть под влияние чужих людей на улице, в интернете или в школе, везде, куда ходят дети и там, где формируются люди, значит, спровоцировать огромные изменения в обществе. Если мы не отнесёмся к этим изменениям внимательно и ответственно, всё может обернуться катастрофой. Потому что люди, которым вы безразличны, пытаются формировать вас. Люди, которые заботились о вас, им действительно не всё равно. Но есть ли у них представление о жизни? Не всегда. Дело в том, что всё, что к нам приходит, обычно является следствием времени, в котором мы живём. То, как мы этим воспользуемся, на сто процентов зависит от нас. То, что мы получим в результате, вы называете словом «характер». Это не очень позитивное слово. Быть характерным — это не позитивное слово, да? Когда вы говорите «характер», вы говорите о том, какие качества должны направлять вас. Если бы у вас был выбор, сидя здесь, впадать в экстаз, каждый миг своей жизни. Или жизнь, как говорят некоторые, переживая с пользой взлёта и падения, потому что это всё, что у них есть. Некоторые люди даже говорят «только когда ты действительно подавлен и угнетён, твой разум воспарит». Насколько великие дела совершили те, которых бросили в тюрьму, избили и подвергли пыткам. Есть люди, которые даже приводят это как довод. Неважно, кто что говорит. Каков ваш естественный выбор? Высший уровень приятного или неприятного? Приятного. У вас есть четыре аспекта. Ваше тело, разум, эмоции и ваша энергия. Все эти четыре составляющих должны быть приятными. Когда телу становится приятным, мы называем это здоровьем. Когда телу становится очень приятным, мы называем это удовольствием. Когда ум становится приятным, мы называем это покоем. Когда ум становится очень приятным, мы называем это радостью. Когда эмоции становятся приятными, мы называем это любовью. Когда они становятся очень приятными, мы называем это состраданием. Когда энергии становятся приятными, мы называем это блаженством. Когда они становятся очень приятными, мы называем это экстазом. Когда окружение становится приятным, как мне это назвать? Успех или центр йоги Иша? Я говорю вам это потому, что создание приятного окружения требует большого труда. Огромный объём управления. Постоянная работа над этим. Создание приятного окружения зависит от разных людей, разных вещей. Сейчас мы сидим здесь, и если кто-то из вас начнёт чудить, он может создать неприятную атмосферу. Но приятное тело, ум, эмоции и энергии — это на сто процентов ваша забота, не так ли? Не пытайтесь сформировать характер, понимаете? Потому что вы станете персонажем с характером. Создав себе очень сильный характер, вы превратитесь в карикатуру. Я хочу, чтобы вы посмотрели на это. Когда вы были ребёнком, в вашем окружении был кто-то очень характерный. Вы смотрели на него и думали, что он какая-то карикатура, не так ли? Или какое-то существо. У таких персонажей развитие другого порядка. Да или нет? Когда кто-то демонстрирует настолько сильный характер, никто не может вынести этой ерунды. Так что не становитесь персонажем с характером. Если вы жизнерадостный и разумный человек, вы будете действовать наилучшим образом. Что именно вы будете делать? Все мы шли разными путями. Наши компетентности, наши возможности различаются. Исходя из этого, мы и будем действовать. Может быть, вы не сможете делать то, что делает тот, а другой. Это не имеет значения. Вы сделаете всё возможное, потому что, когда вы радостны по своей природе, вы не помеха для своей жизни. Вы не проблема в своей жизни. Вы никогда не будете проблемой. Это главное, что нужно обеспечить. В своей жизни вы не проблема. Есть другие проблемы, их тысячи. Если у вас тысячи проблем за день, это означает, что вы делаете много, это хорошо. Но вы не проблема. Когда вы испытываете стресс, когда вы становитесь напряжёнными, когда вы становитесь несчастными, когда вы злитесь, вы становитесь проблемой, не так ли? Позаботьтесь только об этом. Вам не нужен характер. Вы можете быть просто жизнью. Вы жизнь? Не превращайтесь в характерного персонажа. Будьте просто жизнью. Эта жизнь является режиссёром всех персонажей. Благодаря жизни тело развилось до такой степени. Вы не родились такими, не так ли? Потому что жизнь пульсирует здесь. Вы из Панджабы, да? Я просто пытаюсь понять, чем вы питаетесь. По мнению жителей Южной Индии, ваша докла — это недоделанная идли. Но вы не похожи на доклу. Вы съедаете доклу, и она становится вами. Почему так происходит? Потому что пульсирует жизнь. Что бы вы ни проглотили, всё это становится вот этим. Существуют руководящие принципы генетики, эволюции и прочего, но остальное делает разум, который вы называете жизнью. Сохранять её в полной силе — это самое главное, что вам нужно сделать. Не формируйте характеры. Если жизнь полноценна, если ваше тело полноценна, вы будете вести себя одним образом. Если полноценен только ваш разум, вы будете вести себя другим образом. Если только ваши эмоции полноценны, вы будете вести себя как-то иначе. Но если полноценна эта жизнь, она не будет делать для себя ничего негативного. Не так ли? Я вас спрашиваю, вам нужны гарантии больше, чем эта жизнь? Жизнь — это единственная гарантия, которая у вас есть, не так ли? Это самое главное. Это серьёзная ошибка, которую совершает большой процент человечества. Мы думаем, что должны создать что-то. Нет, всё уже здесь. Манговое дерево не пытается производить кокоса. Его единственное стремление — стать полноценным манговым деревом. Для этого есть множество препятствий. Может не быть воды, может прийти голодная корова, может случиться что-то ещё, ещё что угодно. Но его единственное стремление — стать полноценным манговым деревом. Больше ничего. Ваше стремление стать полноценной жизнью у нас все сто. Все эти жизни проявят себя точно так же? Никогда. Каждая проявит себя по-своему. Но если их жизнь не ограничена, если она работает на всю мощь, это прекрасно. Потому что если вы создадите себе персонажа с определённым характером, вы также будете ожидать, каким должен быть её характер. Да или нет? Это неизбежно, не так ли? Например, я выстроил себя и сказал, вот мой характер. Какой тогда у неё характер? Она должна вписаться в шаблоны моего характера, иначе у неё ничего не выйдет. Не поступайте так ни с собой, ни с другими.